Крупнейший в Алтайском крае хлебокомбинат Алтайский Закрома проводит модернизацию. Хлебный цех устанавливает инновационное оборудование. Губернатор отметил, особенно приятно, что оборудование российского производства к тому же сделано в Алтайском крае. Это в нынешних условиях важнейшая такая вещь. Алтайский край кормит не только себя, нам самим от всего, что мы производим, процентов 20, ну иногда 25 нужно. А все остальное уходит на Сибирь и на всю Россию. Поэтому мы кормим Сибирь и всю Россию и будем продолжать это делать. Руководство хлебокомбината в ходе экскурсии по предприятию предложило главе региона возродить совет директоров края, который бы активно взаимодействовал и с властями, и с учебными заведениями, где готовят кадры. В холдинге работает полторы тысячи человек, но квалифицированных сотрудников не хватает. Поэтому такую связь между предприятием и учебными заведениями стоило бы возродить. Она давала очень синергетический эффект, когда власть, ректора института, а потом директора школ и производственники. Ну все цепочки. Да, все цепочки. Вы знаете, как бы шло, мы помним, когда заводы, прям ребятишки с института шли, инженерные кадры шли на наше предприятие. Это было им очень интересно. Люди бы нужны были на производстве, но нужной квалификации сегодня не найти. Поэтому, как бы, есть две части. Ну, вся система образования профессионального все-таки должна готовить таких людей. И, может быть, что-то, ну, как говорится, доводить уже на месте, шлифовать готовные знания. Виктор Томенко поддержал идею о том, чтобы школьники и студенты как можно чаще посещали предприятия и знакомились с историей хлебокомбината. Отметил также, что гордиться возможностями нашего пищепрома могут не только школьники и студенты, но и все население края. Ведь мы, по сути, кормим и другие регионы. Продукция предприятия поставляется в Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую и Омскую области, а также Республику Хакасия. Дмитрий Дроздов, День Столка.